Но ведь вопрос действительно серьёзный. Если бы люди понимали действительно правила игры, это было бы постулировано в системе социализации и образования. Представляете, помните знаменитую песню Высоцкого? Высоцкого, да господи. Хорошую религию придумали индусы. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячи лет, когда пормёшь, помрёшь. Вот представьте себе, что вот это знание доступно и подтверждено, я уж не знаю как, ну допустим там эмпирически. Уж не знаю как, но подтверждено. Это же имело бы колоссальное влияние на человеческую жизнь, вот на материальном плане. Не знаю, не знаю, доскотиндусы, конечно, они, ребят, молодцы. Они едят коров, верят в первоплощение и воруют по-страшному. Вы знаете, человек, который хоть раз видел, как корову везут на бойню, вот я видел два года назад, с тех пор я говядину не ем. Этих карих глаз мне больше не забыть никогда. Я им сказал, мои дорогие, я вас больше не ем. Я надеюсь, что часть из вас останется в живых из-за того, что я вот занял такую позицию. Когда моя подруга стала вегетарианкой, она мой друг, её отец из Азербайджана, женился на... Ну здесь они, родители. И она поехала с ним вместе, с мамой, с папой, поехала туда. Они вегетарианцы. Мать, отец, она нет. Её кормили там до шести лет мясо. Она поехала, её родные устроили в шикарный пир, зарезали барашка, она увидела, как это происходит. С тех пор прошло, по-моему, больше тридцати лет. Она не ест мясо, для неё это было впечатление на всю жизнь. Значит, я думаю, что всё... А вот, кстати, когда мы не едим мясо, мы вибрации вот этой невидимой полевой субстанции повышаем, мы становимся ближе к высшим силам. Потому что мясо, понятно, что это идиотически тяжёлый продукт, но одновременно мы на себя берём карму за убийство. Причём индусы говорят о том, что эту карму получает шесть человек. Кто убивал, кто готовил, кто продавал. Ни один, не тот, не только тот, кто съел, но вся эта цепочка получает. Это все, кто в этом участвует. Это в Евангелии сказано, что горе мира от соблазна, и бы надобно прийти соблазн. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Лучше бы ему было, если бы повесили его на шее жёрных, утопили его в глубине морской. То есть кто-то соблазняет, кто продал, через него идёт соблазн. Кто убивал, через него идёт соблазн. Так что на самом деле, даже Евангелия тот самый сформулирован, только чуть по-другому. Несомненно. Но по поводу повышения вибрации. Ну, как сказать, тут немножко сложнее. Душа-то, она имеет, вот высшая часть души имеет самые высокие вибрации, но она не ест мясо. Мясо есть тело, ум, сердце, которым у души есть инструменты. Душа учится ими управлять, а инструменты обладают некоторой автономностью, и они развиваются. И вот мы, конечно же, вносим очень большие неприятности в своё тело, в свой астрал, в первую очередь, в свой ментал. Высшие свои тела мы затронуть не можем, до туда не доходят. Но если у вас ноги не ходят, какой бы у вас ни был великий ум, вы далеко не уйдёте. Мы отягощаем свою низшую составляющую. А все эти 12 уровней присутствуют. И низший уровень препятствует развитию высшей. Препятствует динамике работе высшей. Высшие не могут реализоваться полноценно. Я об этом и говорю. Я, в частности, знаете, когда читал Папюса, но я вообще почитываю магическую литературку, можно сейчас как угодно говорить об отношении к этому человеку. Было ли это шарлатан или великий маг? Это сейчас совершенно не важно. Я не знаю насчёт мага, но то, что он пишет, он довольно интересный разум. Но общепризнанно, это даже вот в церкови есть практика постов, что магические, серьёзные магические действия можно выполнять только после того, как ты постился. То есть вот всё-таки эта материальная ниша влияет на высшее, а механизмы этого нам только предстоит понять, это знают ведающие люди. Это значит другого, потому что пост сегодняшний православный и пост иудейский – это два разных поста. В иудаизме постятся ничего не едят вообще. То есть вот когда надо что-то серьёзно сделать, то постятся. То есть отказываются от еды, не от мяса, а от еды. Отказ от мяса, да, он действительно утончает. Но это надо долго не есть мясо, чтобы чего-то делать. Но должен сказать, что все монахи мясо не едят. Они мясо отказаются, да, сразу. Я был на соловках, капуста, картошка. И совершенно как-то здоровый вид, ничем не болеют, всё отлично. Холодный климат. Всё, все, все эти легенды о том, что я котлету не съем, завтра умру. Ребят, ну вы попробуйте хотя бы недельку отказаться и посмотрите, лучше вам будет или хуже, а потом болтайте ерунду. 47 лет прошло, с тех пор, 48-й год завершается. С тех пор, как я стал литрианцем. Голодаю, хожу в горы. Последний раз перед коридом ходили на Гималавию. 5600. На Крайловс ходили. Уже дышать сложно на этой высоте, насколько я знаю. Дышать тяжело ноги, представляю, тяжело ноги. Жена прогулялись, дошли. Ничего страшного. Всё нужно. На самом деле, это всё легенды. Но в первую очередь, мы никогда не дойдём до высокого уровня развития, пока мы просто используем дружбую жизнь для того, чтобы поддерживать свою. И даже дело, в первую очередь, в отношениях к миру, в котором мы живём. В отношениях к жизни. Пока у нас существует такой архетип, вот как бы архетип человека. Человек – это что-то уникальное. Мы себя не воспринимаем как душу. Мы воспринимаемся как представители определённого вида. И пока мы не видим себя как душу, мы не сможем далеко уйти. А когда мы увидим себя как душу, мы увидим ещё и другие души. Мы тоже души. Пускай ещё маленькие, совсем юные, не развитые, но души. И вот так вот другую душу решать возможности воплощения, причинять ей страдания, душа-то страдает. Мы не убиваем душу, мы убиваем тело, мы причиняем в душе огромное страдание. Пока мы этого не понимаем, пока не обладаем способностями к состраданию, мы далеко не уйти. А правила записаны. На горной проповеди читайте. Блаженной милости вы помилованы Богом. Блаженной кротки, ибо они наследуют землю. Блаженной милостей, сейчас, миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся. Вот милость уже, способность миловать, способность сострадать. Кстати, в другом переводе в белорусском – блаженожалеющий. Те, кто жалеет, тем будет жалеть. Способность жалеть, способность сострадать. Способность чувствовать чужие страдания. Без этого человек далеко не уйдет. На горной проповедь для меня – это этическая вершина христианства. Пока она не целиком доступна моему пониманию. Какие-то вещи… Да, совершенно доступна. Она вся эзотерична насквозь. Так вот, пока мы мыслим по животному, мы все равно далеко не поднимемся. Этот пункт постепенного утоншения собственного сердца, собственного ума. Развитие в себе доброты, развитие в себе мягкости. Вообще, один из признаков в крови развития – это мягкость, доброта, крутость. Сострадание, сочувствие, сопереживание. Это очень важный момент пока этого. И вот мы идем этим путем. Меня поражает вот Христос, когда шел и говорил, «Простим, Господи, мы не ведут, что творят». Стефан, вновь избранный апостол в общении, которого побивали камнями, он, умирая, говорил, «Господи, не вмени им этого греха». Вот для меня вот это идеал, которым я сейчас хотел бы достичь, чтобы когда меня убивают, чтобы я болелся за тех, кто меня убивает. Это дано. Я, к сожалению, не могу похваститься такой самоотверженности. А может быть, это какая-то… Ну, мне страшно сказать слово «ошибка» или какой-то логический пробел в христианстве. Мне кажется, что универсальный принцип Вселенной – это гармония и равновесие. Я помните, я вам говорил, что я очень увлекаюсь северной традицией, и в речах Высокого – это такие наставления Верховного Бога Скандинавского пантеона Одина людям. Там есть такой аллитерационный стих «Злые поступки злыми зови, мсти за злое немедля». Не какой-то там вот этот итальянский, коморский, мафиозный вариант «Месть – это остывшее блюдо» и так далее. Немедленно восстанавливай равновесие. Разве это вот принцип прощения убийцам не нарушает вселенскую гармонию? Это философский вопрос, очень глубокий. Дело в том, что вселенская гармония – это не мёртвая гармония. Шкафы хорошо выстроенного. Вселенская вселенная живая, она растёт и творится постоянно. Это не часы Декарта. Декарт глубоко ошибался. Бог не завёл часы и ушёл на Декарту. Нет, нет, он с интересом наблюдает, с дотворением, конечно. Нет, нет, не наблюдает. Он живёт в этом. Если бы он не поддерживал свою жизнь… А мы сейчас об этом поговорим, как он тут живёт. Это очень интереснейший вопрос. По нашим представлениям, божественная жизнь постоянно вливается в этот мир. Постоянно. И то, что поддерживается божественной жизнью, то живёт. А зло само себя разрушает. Но мы создаём из хаоса Вселенную гармонию, из хаоса. И вот это низшие уровни, вот эти дикие эмоции, ярости, гнива, ненависти – это всё остатки животного мира. Человек – результат эволюции. В животном мире царит закон силы. Человек только умный. А разве в высших сферах не то же самое? Помните Гермеса Трисмегиста? То, что наверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу, подобно тому, что вверху, с тем, чтобы осуществить чудеса единой вещи. Это полная цитата. Тогда осталось, дано, только малость вопросов о том, а что наверху, что внизу. А разве там нет противоборства сил, инфернальных и высших? То же самое, мне кажется. На самом верху нет. В следующем этаже мироздания, в духовном мире, есть противоборство. А на самом верху нет. Идет великий план творения. Организация с хаосом. Многие вещи просто хаотичны. Но борьба с хаосом – это тоже борьба? Не борьба. Это выстраивание с хаосом. Хаос – это мощный потенциал. Мы когда из глины лепим, мы с ней не боремся. Мы её организуем. Я как раз против борьбы. Дело в том, что христианский мир не двойстим. Вопрос терминологии. Хорошо, извините, Михаил Борисович, я не сносим, я вас всё время переберу. Мне просто очень неинтересно. Я об этом уже говорил. У меня есть несколько статей, чем отличается наше мировоззрение, скажем, наша астрология. Это я по поводу астрологии. От индийской и от авистийской. В индийской индийский мир создавался сурами и асурами. И теми, и другими силами, и тёмными, и светлыми вместе. Они взяли змея шешу и начали пахтать океан. Поэтому в создании мира, в создании участвуют на равных обе силы. И они на равных присутствуют в этом мире в созданном. И они не уничтожены. Они абсолютно. В авистийском мире Ангрманио и Ахур Мазда два начала, которые равны друг другу по силе. Блобрата, борющаяся вечно между собой. Они тоже на равных. Я как христианин и как монотеист. Христианин, я иудаист, или монотеист, или сурманин, неважно. Я монотеист. Для меня мир создан, единым Богом. Потом, если в мире есть зло, то оно временно. Абсолютно может быть только блага. Понимаете? Абсолютного не может быть. Значит, зло временно, с какой-то целью оно допущено в мир. Задумка, мы можем только пытаться понять, размышлять, зачем Бог допустил в мир зло. Мне кажется, вот это очень понятно. Та самая аллегория о свете и тенях. Помните, из «Мастера Маргариты»? Есть высший смысл в этом. Да, я согласен совершенно, что в физическом мире тень всегда присутствует. Там, где есть тело, непрозрачное для света, там обязательно будет тень. Но зло – это явление только определенного слоя мироздания. Любовь исправляет абсолютно все. Постепенно, не сразу. Мы хотим, чтобы немедленно все было. Зло разрушит само себя. Зло обладает уникальной способностью разрушать себя. Жизнь только там, где присутствует непосредственно благо. Благо поддерживает жизнь. Благо исходит непосредственно от Бога. Этот мир постоянно поддерживается в своей жизни Богом. Как только Бог отойдет от этого мира, по-декартовски, мир исчезнет очень быстро. Потому что он живет за счет той жизни, которую его вливает. Конечно, конечно. Постоянно вливает, постоянно участвует в жизни, не вмешиваясь в свободу душ. Он тем самым поддерживает одно и не поддерживает другого. Мне кажется, что атеисты, когда говорят с такой определенной научной гордыней, что мы открываем законы этого мира, вот мы исследовали то, поняли это, мне кажется, они напоминают детей в игровой комнате, которые разобрали какой-то вездеход или машинку, которая ездила там на батарейках, и при этом совершенно не задумывается, а кто платит за эту батарейку? Почему эта машина? Почему кто там, значит, вот это все, извиняюсь, оплатил? Ведь всегда же есть тот, кто платит от первоисточника. Пару слов о пологе атеизма. Мне очень нравятся строчки Коржавина «Гордый дух атеизма, чту, коль в нем человек». Понимаете, для того, чтобы дойти до настоящего Бога, до истины, надо отбросить ложного. в целой эпохе вот этот Бог, который постоянно вмешивается в дела человека, мне не нравится Бог, который нам предлагают в церкви, Бог-надсмотрщик. Трудно поверить такого Бога, который карает за любую ошибку, который, как надсмотрщик, стоит и смотрит, шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, провокация. Бог не вертухай. Мы учимся, но я верю в Бога Отца Милосердного, который воспринимает нас, как своих детей, дает нам ошибаться, наказывать за ошибки. Да, но именно для того, чтобы учить. Вот как детей учат, иногда шлепнут, потому что они слишком опасные игры играют. Бывает. И все-таки для меня Бог Милосерден. И отказ вот от этого жестокого Бога, Бога, который относится к своим детям как к рабам, ничтожествам, это очень большая победа атеизма. Надо перейти через этот образ Бога, чтобы подняться до истины христианского Бога. Потому что вот этот Бог, он же ведь дохристианский. Это понимание мстящего, мстительного Бога, оно противоречит самому духу христианства. Поэтому я думаю, что атеизм заставил нас провести очень большую работу. Человек должен был себя почувствовать по-настоящему человеком, иначе невозможно подняться. Есть в атеизме определенная гордость у тех, кто действительно не то, чтобы не веришь за Бог, есть или нет, а вот не принимает того, чтобы перекладывать свои заботы и ответственность на Бога, который берет на себя ответственность за свою жизнь сам. Это подростковый период, но подростковый бунт это очень хорошо. Из подростков, из бунтующих подростков вырастают очень интересные люди. Они должны оторваться от родительской пуповины, выйти в самостоятельный, взять на себя ответственность за свою жизнь и потом понять и прийти уже к Богу сознательному. Не слепо, по традиции, потому что их научили, а сознательно. И в этом смысле в атеизме есть очень... В атеизме есть большой смысл содержательно. В таком атеизме, не в таком атеизме, не мыслящем человека, который повторяет все, чему научили, а человека, который через собственные усилия не хочет быть, а хочет строить свою жизнь сам, вот этот волевой, самостоятельный человек. Потом он откажется и от этой наивности. Но пока это тоже имеет свой смысл. Слушаю вас. Я знаете, что у вас хотел спросить? Опять, вот не могу следовать плану эфира. Много смыслов оговорить, и их нельзя упускать. А вот что касается связи с этим Всевышним или вообще с тонким планом или с высшими силами, как угодно, друзья, кому вам больше нравится. Мы не навязываем вам ни одну из этих формулировок. Вот эта связь, она всегда односторонняя. Вот в небесную канцелярию дозвониться ведь невозможно. Вот одна из самых распространенных претензий, если позволите, я вот конкретизирую свой вопрос, в том, что остаются, что он трубку не берет, и молитвы остаются без ответа. Я вот знаете, как-то так смешно рассуждая, представил себе, что все творение свелось, ну, условно, к хоккейной площадке. И всех сотворенных 12 человек, две великолепные пятерки и два вратаря, и вот в перерыве между игровыми эпизодами кто-то подъезжает к Господу, значит, ближе к бортику, где он стоит, и говорит, Господи, а можно сделать так, чтобы я забил гол в следующие пяти минутки? Ну, чушь какая-то ведь, правда, Михаил Борисович? Ну, тогда так подъедет вся оставшаяся... В этом смысле да. В этом смысле да. Но в Кабалет по-другому думают, что мы исправляем ошибки ангельского мира. Тот же ситуация очень интересная. Вот математик, например, я. Я, например, хочу разработать какую-нибудь интересную систему. Первое, что я должен, должен ввести некие ограничения. Если нет никаких ограничений, то ничего интересного в математике создать невозможно. законы мироздания, это ограничения определенные. Но бывает так, что я не могу увидеть последствия своих ограничений, этих законов, пока не попытаюсь реализовать их на практике. Строится система Аксилон. Начинается делать выводы. И вдруг где-то на десятом, а где-то на двадцатом шагу выясняется, что возникает противоречие. Значит, мир творится. Возникает напряжение. Мы молимся, мы сообщаем небу о том, что нас почему-то этот план не устраивает. Оно слышит, исправляет. Ну, во-первых, молиться надо не по игрушечному телефону, а по серьезному, который соединен трубкой с небом. То, что вот эти механические детские молитвы, естественно, они не до неба не дойдут. Я был в Сакрикер. Это была моя первая такая французская церковь, которую я увидел. Прямо с поезда, со самолета на поезд, метро. И мы пошли на Монмарт. Сходу. Поднялся туда, вдруг вижу, что церковь прямо наполнена эмоциями верующих, но выше купола они не поднимаются. Я был поражен. Я думаю, что такое, как это может быть? Неужели они уже потеряли вообще связь? Неужели католичество все протухло? Хотя нет, я вспомнил, по-разному. Хорошо. Потом мы пошли в Нотр-Дам. И там я видел такой фантастический поток, идущий с неба непосредственно. прямой канал с неба, вот живой, открытый. Потом я читал уже одну притчу уже в иудаизме. Идут ученики вместе с учителем, с раввином, мимо синагоги. Учитель говорит, эта синагога наполнена молитвами верующих. Идет дальше. Один ученик его догоняет. «Раби, а почему нам не зайти сюда? Зачем? Вы же сказали, что она наполнена молитвами верующих? Да, они не поднимаются к небу, они все остаются здесь. Значит, молиться надо. Во-первых, молиться – это не просто пробормотать что-то. Надо так крикнуть, чтобы Бога слышал. Как молится человек? Невнятная молитва, неорганизованным умом. Мысль слабая, раздвоенная, но полна сомнениями. Эмоции где-то в другом месте. Или наоборот, идет одна эмоция, мысли нету. Он с сердцем не в согласии. Да еще молиться непонятно о чем, даже сформулировать конкретно не может. И думать, что кто-то это его услышит, да она до следующего слоя не дойдет. Молитва должна быть ясной, четкой. Ты должен понимать, что ты просишь. Понимать, всерьез говорить. Он должен быть в согласии с сердцем. Мысль должна быть как лазерный луч. Узкая, точная, направленная, без малейшего сомнения, когерентная, то, что называется, однородная. Хотеть надо одного, не надо просить. Одного, а в глубине души желать другого. Ведь фокус это помните в Сталкере? Да, да, да. Это комната, которая выполняла желание. Она же самые глубокие желания выполняет. Ты в уме просишь одного, а в твоем подсознании сидит прямо противоположно. Поэтому первое, что надо, поэтому только чистое сердце может донести молитвы, потому что значит чистое, беспримесное. Оно однородное, мысль однородная. Это не куча разных желаний, перемешанных с тобой, тянущих в разные стороны. Поэтому говорят, что святые блаженные чистые сердца, они бога узрят. Только чистое сердце, не захламленное огромным количеством разных нисходящихся с собой мыслей, противоречащих друг другу, переживаний, желаний в обид каких-то на родителей вынесенных с детства, в обид на близких, что-то непонятное, в общем, огромная каша в обычном сердце, и что вы думаете, что вы можете увидеть свет? Там за сплошной туман стоит непрерывный. Поэтому первое, что надо сделать, это сделать немножко очистить сердце. Тогда сила сердца соберется в один луч и может подняться. Потом надо направить мысль, потому что сердце дает силу, но быть в согласии с умом. А вот эта молитва дойдет. Во-вторых, она не обязательно, вот если ты помолился, значит, не значит, господи, я хочу стать директором департамента. Так, через пять минут прибежали с департамента, подожди, парень, подожди. Всему здесь, в физическом мире, все действует в соответствии со своими законами. Не надо разрушать материю, придется очень сильно много чего разрушить, сделать мгновенно. Значит, если не было услышано и считать, что ты достойный этого, что тебе действительно надо давать это в руки, ты получишь обязательно. Михаил Борисович, если помните, мы с вами в прошлый раз говорили о неком законодателе, который и привнес в этот чудесный мир физические, химические, биологические, оккультные, социальные законы. Ну, то есть, если есть законы, логика нам подсказывает, значит, должен быть законодатель. Вопрос, который однажды звучал на патриарших прудах, вот этот законодатель, как он управляет, вот поясню немножечко. Вот допустим, некто, помните, как в сказке Буратино, некто не взял у вас пять яблок, а просто простудился. И в этот момент, непонятно как, к бактериям-нарушителям устремляется сначала макрофаги, потом лейкоциты, потом повышается температура. Это же не мы сами собой так управляем, это кто-то или что-то. Я вот много чего не знаю, например, я вот понятия не имею, как переваривать пищу. Однако я с этим прекрасно справляюсь. Говорят, что при желании, я не знаю, как стареть, это у меня прекрасно получается. Говорят, что при желании можно молодеть. Я не знаю, как засыпать, я не знаю, как просыпаться, это все делает за меня кто-то. Бог в какой-то своей постати действительно пронизывает мир, да, вот в каждую минуту в этом тварном мире он присутствует, да, вот визит. Я думаю, что сложно немножко сложнее. Во-первых, вы не знаете, как переваривать пищу, но ваши клетки, желудка, это прекрасно знают, это они работают. Вот. Засыпаться, просыпаться можно с волевым усилием тоже. Я думаю, что Бог сотворил только самый высший закон и родил первых существ, которые дальше в высшей иерархии начинают заниматься управлением этого мира. Вот тот физический мир, в котором мы живем, это весьма позднее создание, даже делание. Считается, что это только девятая иерархия ангелов, десятая, творит этот физический мир. До этого существо любви организует бытие, существо мудрости дифференциацию проводит. Кто-то организует время, управляет законами ритма, пространство и прочее. То есть, это все работает не сам Бог. Так все-таки я хочу вам заметить из вредности, уж простите меня за это, что этот тонкий или высший мир, он населен. Вы сказали о том, что вы верите, что вы монотеист. Вот. Ну, то есть, на высшем плане нет только одной организующей силы, которая условно... Там много всяких сущностей, да? Ну, по-трому, вообще, я председаю, что, например, Владимир Владимирович занимался уборкой, так сказать, вопросами, кто убирает наш потенциал. Для этого существует ЖЭК, над ним существует Московское управление, которое устанавливает законы. Там управляющая компания, когда управляющая компания устанавливает правила и законы, это соответствующее федеральное собрание, ну, скажем, Дума и Московское управление, и прочее. Вот эта вся иерархия, она опускается до уровня. Поэтому, на самом деле, первоначальный творец, он дает нам самые главные вещи, он дает три самые важные вещи. Он дает нам возможность быть, дает нам возможность сознавать, он дает сознание, бытие, сознание и разум. Вот первое начало, космический разум, это дитя Бога. Вот он все и организует. Он дальше дифференцирует, выстраивает иерархию существ. Эта иерархия управляет миром каждый на своем уровне. И, в общем-то, наша система иерархическая, она отражает иерархию воплощенного мира. На самом деле, Бог в такие мелочи не вмешивается. Бог не занимается вообще миром формы. Бог занимается ростом души. Он дает душе возможность расти и развиваться. То, что называется благодать. Он дает ей возможность учиться. А внешние силы создают условия для этого. Они организуют мир, они занимаются построением этого мира, его развития. Это то, что мы называем, у индусов это называется великий учитель, который ставится на каждую манвантару, на каждый период творения первоначального брамы, творцом, чтобы он управлял вселенной. Бог дает вселенной жизнь, Бог дает вселенной любовь, Бог дает вселенной истину и мудрость. Он дает сознание и разум. И организует первоначальный порядок. самый начальный порядок. Дальше все, уже созданный сотворенный космический разум, он организует все остальное. Тоже там этот ум, это на самом деле совокупность, это коллективное существо, это совокупность существ, которые действуют как единое целое, но их очень много. И они организуют всю иерархию мироздания, они сами иерархически это устроено, как наше тело устроено из клеток. Вот я поднимаю эту чашку, я поднимаю, потому что я захотел поднять. Но в этой работе он принимает огромное количество клеток участия, чтобы я мог это сделать. Так и все, любое действие, исходящее из центрального сознания, из этого космического начала, оно реализуется огромным количеством клеток, сущностей, живых сущностей. Поэтому на самом деле мир в устроении невероятно сложным. И Бог не принимает непосредственное участие во внешних делах, в основном во внутреннем. По внешними делами занимается ангел, но Бог может, откуда-то может идти импульс, который воспримет ангел, исполняющий его воду. И они могут что-то изменить в этом мире, если почему-либо Бог считает, что здесь непорядок. А я вот немножечко загрустил от вашего ответа на мой предыдущий вопрос, о том, что связь все-таки односторонняя, должна быть определенным образом. Я сказал, что это односторонняя, что они нас слушают. А для этого громко надо сказать. А есть такой вариант? И что нужно для того, чтобы нам позвонили? Да нам постоянно звонят, о чем речь? Постоянно звонят? Но только это не вербальные сигналы какие-то, это наш опыт, это знаки. Надо вату из ушей вынуть. Есть огромное количество средств услышать Бога. самый первый голос Бога это совесть. Совместная весть, да. Самая первая, это совесть, это самая первая, которая говорит, не делай этого. Очень много интуитивных вещей, через которые, я вот астролог, я должен знать, я прямо пишу, вот есть, например, интуиция даже тела. Иногда тело сопротивляется действие. Вот ты сидишь, например, тебе пора выходить на свидание, что-то тебя не пускают. И только собрался, тебе тут звонок, говорит, свидание отменяется. А ты вообще минут 10 назад должен был выйти, чтобы не опоздать. Что тебя держало? И сколько раз я такие вещи? Или наоборот, встаешь, идешь не в ту сторону. Бывают такие случаи. А там как раз человек, который тебя ждет, который обязательно нужно встретиться. Или еще что-то. Выхожу из дома, споткнулся, ну ладно, галочку поставил, спустился с лестницы, при выходе из подъезда опять спотел. Так, два раза, это серьезно. Подхожу к машине, уже внимательно наблюдаю, вроде все нормально, завожу, чувствую, что мне там выхожу, смотрю, колесо проколото. Меня предупредили. Дважды причем. И в книге его сказано, что Бог говорит раз или два тем, кто слышит ночью, во сне. Потому что Бог говорит не нашему конкретному уму, наш конкретный ум глухой до невозможности. Он говорит высшему уму. А тот должен сказать конкретному. А вот это крайне интересное разделение человека на много таких отдельных подсистем, на вот эти тела тонкие, астральные, бутхиальные и так далее. Вот когда мы говорим я, я это вообще где? Это какое-то пространство у нас между ушей в районе черепной коробки. Я вот знаю из общей эрудиции, что каждые семь лет у человека замещаются даже его плотные ткани типа костей. То есть через семь лет это уже не я что ли? Ну вот в молекулярном смысле этого слова. Но нет, я чувствую себя тем же человеком. Вот это я, что это, где оно, где главное я, Михаил Борисович? Ну главное это я, оно не здесь, не в физическом мире, конечно. Главное я, это самая высшая душа в человеке, которая называется в кабале ехида, от слова ахат, один, эхат, одна, уникальная, единственная, которой больше другой такой нет во всей вселенной. оно и есть то самое я. А дальше идут проекции этого я на разные планы. Кто-то, вот уровень мышления, уровень сегодняшнего сознания видит эту проекцию, кто-то отождествляет себя с телом, кто-то отождествляет себя с эмоциями, кто-то с мышлением, более высокие сущности видят, ну так сказать, более высокие сознания видят в себе другое. поэтому вот когда начинаешь осознавать себя, вот идёт эмоция, ты понимаешь, это не её, это погода такая психическая. Если возьмёшь человека попроще, вот он гневается или радуется, он целиком в этой эмоции, он и думает, что он и есть эта эмоция. Если ты начал немножечко заниматься самонаблюдением, ты отошёл в сторону, тебе есть наблюдатель, и ты видишь, вот, ааа, пришла очередная эмоция, всё, пошла энергия, сейчас у меня начнётся бурление. Так, ну ладно, подождём, сейчас оно пройдёт. То есть, ты наблюдаешь эмоции со стороны, ты уже не там, ты над ним. Интегральный йога ауробенды, да это такая практика наблюдания за мыслями, и ты уже видишь, вот пришла мысль. Бонахи так наблюдали, вот они видят, что он шевелился по мысел, вот он сейчас превратится в мысль. Они ловили мысль ещё на уровне зародыша, уже чувствовали её качество, наблюдатель. То есть, наше сознание, на самом деле, выше этих планов. Но если у нас нет вот такого уровня наблюдания, разотождественности, мы проецируем своё, то нам кажется, что я это мысль, то нам кажется, то, что я это чувствовал, что я это действие. Ну, с телом разотождественности, в общем, более-менее развитый человек способен легко не ощущать переживания тела, как я. Ну, грубо говоря, вот, если у тебя болит что-то, можно радоваться чему-то другому. Не всегда боль вызывает ощущение страдания. Понимаете? Вот это уже разотождественности. А убрать боль, это уже магические практики? Вылечиться? Ну, любые практики, убрать боль можно, для этого надо владеть уже астральными телом, вы стоите выше астрального тела, можно убрать боль. Вот. Это там уже нужно подняться на уровне ментального тела, как минимум. Вот. И оттуда уже можно убрать астральные чувства, потому что боль, она лежит на астральном. на эфирном теле, на самом деле, в эфирном теле, надо поймется хотя бы до уровня ментального. Вот. То есть, на самом деле, это наше волевое начало, оно движется. И материалист, волевое начало связано только с телом. Он совершенно не способен управлять свои эмоции, он как маленький ребенок, эмоции хаотичны. У грудного владельца руки, ноги ходят хаотично, глаза тоже, он еще не умеет даже взглядом управлять. Вот. Дальше он разорвляется, научимся, немножко эмоциями управлять как-то, владеть. Мысли такие же хаотичны. Когда выстраивается вот это, тогда начинает работать в воле. Постепенно. Поэтому, на самом деле, мы это единое целое, но многослойное. Многослойное, как вот, скажем, где-то трансмиссия, где-то вот здесь кардан, здесь вот колеса, здесь сцепление, руль. От одного, от высшего я, через целую серию инструментов импульс проходит к телу, и обратно идет связь. Промежуточные, я скажу, инструменты, ум, сердце, они обладают некой самостоятельностью, иначе они не могли бы жить в этом мире. Они обладают определенной автономностью, поэтому они сами могут вмешиваться и сами принимать решения. В этом-то вся проблема, что душа и дух не управляют нашим сердцем. У обычного человека душа и дух даже не могут, они не слышат ума сердца, импульсов души и духа. Поэтому надо развиться до того, чтобы подчинить и развить их до такой степени, чтобы они услышали, научились подчиняться. Тогда возникает целостность. У нас, вообще говоря, инструмент целостный, но разболтанно все как угодно. Сердце болтается как хочет, ум болтается как хочет, тело еще как-то им подчиняется, так вот. А от, собственно, хозяина к ним сигнал не доходится, глухнет. Поэтому проблема развития это проблема соединения, это единое целое, чтобы именно высшее начало управляло всем остальным. Отсюда, кстати, и молитва не доходит, и все прочее. И не слышим мы, когда нам говорят. Дошло до высшего, высшая душа всегда слышит. Она слышит все, что исходит из Творца. Но чтобы это довести до низшего уровня, тут она застревает не доходит. Поэтому приходится через сон, через бессознатель. В полудреме, на границе сна. Иногда кто-то вот сонная на знакомой должна была выпить стакан, чтобы начинать боеспособности проявились. Надо выключить этот активный, напористый, конкретный ум, чтобы он не мешал слышать. Кто-то умеет и так слышать. Кто-то прислушивается к знакам. То есть, на самом деле, связь идет постоянно. Сначала я думал, что знаки приходят изредка. Потом я понял, что в большинстве случаев идет почти постоянно руководство. Но мы, так сказать, не слышим совершенно, не занято. И поэтому первое, что надо сделать, вынуть вату из ушей. Тогда вверх слышит. Безусловно. Я, знаете, хотел уточнить один момент, мне кажется, он важный. Вот мы с вами в начале выпуска нашего сегодняшнего интереснейшего разговора прошлись по элите, что это такие как бы ментальные дети, такие шаловливые. Младенцы, младенцы. Вы сказали такую интересную вещь, что, возможно, у них и не будет следующего бытия. Я вот вспомнил нашу замечательную поэтессу Марину Цветаеву, автора, с поэтических строк, которые на меня произвели колоссальное впечатление. Помните, уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Ну, друзья, почитайте это стихотворение. Я, к сожалению, плохо, плохо очень читаю стихи. Просто не хочу своей риторикой эти строки портить. Так вот, она за год до своего самоубийства в Елабуге, оно произошло в августе 41-го года, она написала в своем дневнике «Я не хочу умереть, я хочу не быть». И трагизм этих слов прочитывается даже вот не с первого раза. Небытие – это ведь хуже, чем смерть. Смерть, как мне представляется, тяжелый, болезненный этап, но все-таки жизни. А небытие противно не разуму, но вот вечному этому нашему духу, который в небытие видит противоположность своей природе. Большая часть людей, которых я вижу вокруг, они находятся в таком ментальном, духовном небытие. Так все-таки духовная смерть возможна для кого-то. Вы же одновременно с этим сказали, что вот эта вот вечная частица Бога, вот эта вот индивидуальная искорка, душа человеческая, она неуничтожима. Так как все-таки у нас будет второй шанс, не будет второго шанса. Самоубийцы, люди, которые идут против божественного плана, вот чего им ждать, что им предстоит, людям духовно спящим, у них будет второй шанс? Третий шанс? Во-первых, нам-то, когда вы говорите, чего нам ждать, с нами-то все в порядке. Не беспокойтесь, у нас будет и второй шанс, то есть это не второй шанс, у нас это просто, понимаете, следующий день путешествия, это не второй шанс, это просто продолжение. Так что все в порядке. Будет ли у них возможность? Не у всех. Там, где человеческой души нету, животные души, даже душа как таковая способность чувствовать, она не исчезнет. Она, понимаете, как вам сказать, не помните, это не они будут, это что-то другое совершенно. К ним это не имеет никакого отношения. У многих из них или у кого-то из них никаких больше путешествий не будет, будет пустота. У вас, ваше я живет в более высоком теле. Низшая душа останется во времени, не распадется. Высшая переродится вместе с ней, потому что ваше я там. У них я в самом низшем слое. Оно исчезнет вместе со всем остальным. Их просто не будет. У них нет высшего я, понимаете? У них всех, то, что воплотится там, кто-то из них пойдет и дальше, несомненно, получив свой урок, причем иногда может быть очень печальный для них. Очень жесткий. То есть, цена всем этим радостям жизни элиты на самом деле очень высокая. Я бы даже сказал, трагично. Я думаю, что здесь... А у них есть духовные учителя? Неужели никто из окружения этого не говорит? Ведь слышали, наверное, об этом? Или им какие-то вещи сказали обнадеживающе? Каких учителей они по себе находят там? Я думаю, что патриарх их всем гарантировал. Да. Поэтому тут вопрос такой, кто у них в учителях-то? Если они у патриарха учатся, тогда там все понятно. Тут дело такое. А вот у некоторых игру они всегда выбирают каких-то. Нет, друг есть, даже родственник дальний, которым его гуру из, по-моему, Тибета разрешил есть мясо. Ну, это, видимо, поблажка, неразумие. Потому что парень-то не бедный, мог бы без мяса прожить вполне. Не то, что он там где-то кусок мяса подхват, единственное, ему есть нечего, он не эскимос. Шикарно может жить. Ну, вот ему, понимаешь, гору разрешил, он сюда его привозил. Я думаю, что тот просто всеред к нему не относится, буддист. Вот, значит, я думаю, что они не относятся к своим европейским ученикам, к некоторым, по крайней мере, всерьез. Иначе бы, они бы, от них трёблю жёстче. Ну, они так полагают, ну, наверное, парень, всё равно слабоватые в Донезии, европейцы. Ну, не потянуть им настоящий, пускай они хоть на этом уровне чему-то получатся, насколько они могут. Ну, такое ощущение. А уж про этих надутых. Вот, привозили сюда, как я понимаю, мощи, какие-то реликвии Богородицы, да? Да. Была очередь длиной всю набережную. Да-да-да. Приезжает автобус чиновников и мимо всякой очереди вперёд, прётся надутый. Объяснил бы им кто-нибудь, что вот с таким гордостью они себе только проклятие получают, а не благословение. Василий Великий, по-моему, это его строчки, который создавал литургию, вот литургия Василия Великого. Он перед причастием, то есть есть молитва, да не будет мне это причастие в проклятии и в осуждении. Он понимает, что если он недолжным образом подойдёт к причастию, что это не механическая вещь. Нажал кнопку, скушал это самое, выпил ложечку когора, скушал просвирку и ты этот самый кусочек хлеба и ты уже благословен, он понимал, нет, что если он недолжным образом подойдёт, то это станет ему проклятием. Так и есть эта молитва православа. Читается в литургии, да не будет мне это проклятие в осуждении, да это причастие не будет мне это причастие в осуждение. Они этого не понимают, им никто не объяснил, что приехав на автобусе, отодвинув всех других со своим важным видом, они сыграли в свою чиновничную игру, там же надо, модно. «А ты была, дорогуша, в этом, видела? Конечно, я же была у святых мощей, я приложилась, а как хорошо, все мы такие крутые, с понтами, все мы приложили святым мощам, это для светских бесед. А чем они за это заплатят, непонятно. Точнее, непонятно, потому что это в осуждении обязательное. Но этого никто не объяснил. Понимаете? Поэтому все их игры в религиозность это все пустое. Вот смотрю, я вот там, скажем, показывали по телевизору, стоит наш президент в церкви. Сейчас посмирение стало чуть-чуть. Там чуть пораньше стоит такой крутой парень, раздвинув ноги, чувствуется настоящим. уже из прямой головы. Я вдруг понимаю, что действительно капли смирения демонстрирует кому? Богу? Хоть каждого человека прямо в глазах его, но Бог читает сердца и внутренности. И вот такой парень не может рассчитывать на малейшую поддержку с ними. Он же не понимает, с какой он силой имеет дело. Пропасть между человеком и божественным она непредставима просто. если бы они понимали, как они смешно и наивно смотрятся, наверное, может быть, усыделились бы, а может быть... стыд это вещь достаточно развитых людей. У сущностей этого уровня развития есть только страх. Они еще даже до стыда не доросли. Есть только страх, потому что если бы ему было хоть на малейшую каплю стыдно, он бы не врал с такой откровенностью. И задача хоть как-то сейчас наврать, чтобы не... Потом завтра что будет, нажми, думай. это страх. Единственное только страх на этом уровне развития. А совести говорить нечего. Но и стыда еще нет. Есть только страх. Поэтому здесь все понятно. К ним претензий не предъявляем. У них все это, вся их духовность, вся мимо денег. Не в кассу. Да. Михаил Борисович, вот раз уж мы так немножечко приземлили нашу беседу к человеческому роду, я вот вспоминаю такого автора Реймонда Моуди. Считается или так совпало, что в 70-е годы первую книгу он издал, кажется, в 76-м году «Жизнь после смерти», друзья, но я о ней об этой книге упоминал в своих эфирах. Кому интересно, погуглите, почитайте, оно того стоит. Но вот считается, что именно в конце 20-го века наметился такой своеобразный перелом в сознании человечества, перелом от доминирования материализма вульгарного. все-таки ближе к Богу, если так можно выразиться. Сейчас человечество ближе к высшей реальности или так ставить вопрос бессмысленно, потому что каждый человек, как индивидуальная чтица Бога, проходит свой путь, свою эволюцию и командные результаты человека не волнуют, грубо говоря, что там в этот момент происходит с гражданским обществом. Мы сейчас как? Мы отдаляемся от Создателя, приближаемся, ваше ощущение как астролога, историка, Как астролога, я бы сказал так, что сейчас мы прошли самую низкую точку и начинаем подниматься. Сравнительно недавно, с началом эпохи Водолея, примерно начало XX века. Видите ли, эпохи-то человеческие, как-то упит рассказано, для Бога один день как тысяча лет, это тысяча лет как один день. У нас один день, на небе один день, а у нас 2167 лет, один знак за девятую эпоху. Меня как-то Блаватское раздавило этими космическими масштабами времени, я когда это все прочитал, испытал просто шок, насколько мы вообще, насколько наша жизнь, она просто, даже мгновением ее назвать нельзя на фоне. А штабом, если по этим масштабам следить, то Христос пришел на Землю только позавчера. Мы только-только успели узнать все человечество, успело познакомиться с его проповедью. А, кстати, когда он пришел, это вот интересный вопрос, ведь не в нулевом же году, да? Нет, что не в нулевом, это абсолютно стопроцентно. Дело в том, что год этот был установлен значительно позже, монах Дионисималу рассчитывая Пасхали, но есть известные были циклы Пасхали, рассчитывая очередные Пасхали, решил посмотреть, где начинаются циклы, Пасхали начинались там в какой-то момент, он решил вот с этого момента будем считать, выщел 33 года и полный порядок. Вот, ну, а историки с этим, это было чисто логическое умозаключение, исходящее из его системы представлений, никаких других обоснований не было, установили этот календарь и он так и начал жить. Потом пришли серьезные подняли рукописи, выяснили, что Ирод, тот самый, великий, умер за 4 года до новой эры, поэтому, естественно, атеистически, так сказать, пошла пропаганда мощная, то же самое, Лео Такси, смеялся, что Ирод был настолько мерзок, что продолжал убивать младенца, после смерти, что после смерти, я это читал, да, но сейчас ни один серьезный историк не скажет про эту дату, значит, предположительная дата прихода Христа от минус 7 года, от 7 года до нашей эры, до 4 года до нашей эры, я занимался этим исследом, но до конца не довел, тема сложная, по моим прикидкам, где-то 6 год до нашей эры, вот примерно так, ну это граница, это такая стартовая точка, весьма условная, так что с нашими промежуточными результатами, мы сегодня дальше от него, или ближе к нему? Ну, во-первых, человечество, это тоже единое целое, абсолютно. Командные результаты все-таки важны, да? Обязательно, мы воплощаемся как одно целое, у нас есть более развитые, вот как организм человеческий, тело, в нем есть органы, в нем есть клетки, каждый человек – это клетка, народ – это орган, я вот все время объясняю дорогим моим коллегам, что народ – это орган, и что не надо народом бороться, не надо печени бороться с поджелудочной железой, это будет плохо и для печени, и для поджелудочной железы в итоге, что можно только все вместе проиграть, борьба внутренняя в организме ничего не выиграет, мы все один организм, и развиваемся мы как одно, хотя скорость индивидуального развития разная, но все равно развиваясь и мы сами помогаем развиваться всем организмам, в одиночку не спасется никто, потому что Бог – это великое единство, мир – это величайшее единство, индивидуальность, которая хочет идти своим путем, она далеко не уйдет, надо преодолеть этот свой индивидуализм и научиться быть в целом, мы учимся быть в целом, учимся жить в единстве, это тоже великий урок сложный, сначала мы учимся быть самостоятельными, а потом мы учимся жертвовать эту самостоятельность во имя высших целей, потому что возможности каждого отдельной клетки в организме куда больше, чем в одиночке, то же самое человек вместе с человечеством, он куда больше сможет развиваться, чем в одиночке, на самом деле мы все развиваемся вместе, хотя из разной скорости, те, кто идет вперед, помогают тем, кто сзади, поэтому мы сейчас чуть-чуть ближе к Христу, мы повернули свой взгляд в другую сторону, поэтому стали что-то видеть, но до настоящей близости еще далеко, но уже точка поворота с Эрой Водолея поменялись общие ум и настроения, то, что там 50 лет прошло, там или 60, или 100, это вообще, простите, это копейки, 2000 лет как один день, одна тысячная дня, это же сколько будет? Одна двухтысячная дня, 24 часа, это одна двухсотая часа, это меньше минуты, меньше минуты, мы повернулись, только голову повернули в другую сторону, конечно, мы не приблизились сильно, но уже что-то стали видеть, чего не видели, потому что стояли задом, потому что мы сейчас постепенно приближаемся, кстати, что-то молчание, вы меня видите, не пропали? Да, да, все хорошо, я вас не перебиваю, это, конечно, не приведу себе, нестандартным образом, мне интересно. Да, в порядке, мы начинаем постепенно двигаться в эту сторону, и не случайно, причем вот эта великая мистерия двух войн, фактически одна растянутая на сколько-то там лет, 14 началось-то раньше еще, с Балтанской войны, вы где-то с 14-го года считаете, по 45-й, это 31 год, на 30 лет война растянулась, это был мир на пробежетах, но все историки четко понимают, что вторая мировая война, это продолжение первого. Ну, конечно, Версальский мир, он не мог не привести к второму этапу, и только потом сообразили, что поверженного не надо уж так вот затаптывать. Да, топтать ногами до такой степени. И пришлось к этому, ну, так вот, вся эта растянутая мистерия великой крови, это великое покаяние человечеству, после этого, только после этого возникла хоть какая-то толерантность, там началось изменение ума человечества, появилась какая-то доброта в межчеловеческих отношениях, межрасовая терпимость стала возникать, много чего. Правда, иногда заносит, но посмотреть процессы, пошедшие после войны, когда человечество ужаснулось собственной жестокостью, и мы увидели, что что-то начало меняться в этом мире, что-то очень сильно меняться в отношениях между людьми, между народами и прочее. Сейчас мы только-только начинаем в заповеди Христа пытаться воплотить в самой простой форме. Пытаться воплотить. Ничего, христианство как таковое только-только начинает делать первые шашки воплощения. Так что, я думаю, что это серьезный процесс. Началось новое время, новая эра. Она так дальше и пойдет. А то, что не так быстро, очень быстро. Очень быстро. Только надо смотреть не масштабами времени бабочки-одноневки. Если я смотрю, например, мое обучение, она спросит, почему так долго учишься? Четыре... День 360 на четыре. Почему ты учишься 12 тысяч, 120 тысяч жизни так долго? У меня четыре голова, она однодневка. У меня вся жизнь один день. Моих 365 дней, да еще на четыре, помнишьте, 300 на четыре 12 тысяч, ну да, порядка 15 тысяч жизней. У меня всего четыре года, одна маленькая часть. С космической точки зрения, это очень маленький процесс. С точки зрения жизни человечества, очень маленький промежуток. Мы быстро развиваемся. Мы действительно быстро развиваемся, через большие кризисы. С точки зрения жизни одного человека, да, конечно, это было. А вот мы когда говорим жизнь, это ведь такой процесс, который протекает где-то. Вот раз уж мы Моуди вспомнили, он описывал 9 состояний, наиболее часто описываемых людьми, которые находились около смерти, испытывали околосмертный опыт. Самые часто упоминаемые события, это вот полет через тоннель к свету, встреча с этим существом из света. Но меня больше всего поразило другое. Меня поразило, что все абсолютно люди, которые испытали околосмертный опыт, все говорили о своем нежелании возвращаться в тело. А где наш настоящий дом, Михаил Борисович? Ну, где он? Наша жизнь, она где? Она в тварном мире или все-таки в основном не в нем? Вопрос серьезный, потому что по некоторым концепциям все-таки это путешествие блудного сына, то есть это уход от отца, путешествие, возвращение. С другой точки зрения это неизбежность. Так надо было, чтобы получить определенный опыт, чему-то научиться. Иначе не будет развития, переход на более высокий уровень. Вот. Поэтому есть такая точка зрения, что на самом деле мы здесь в общем-то призваны в итоге соединить небо и землю. что мы родились на небе, но наша задача соединить небо и землю. Поэтому наша задача, вообще говоря, да, мы пришли с небесной Родины, но в итоге наших всех путешествий мы должны соединить небо и землю. Во многих духовных учениях наш мир описывается как срединный, но я почему-то думал, что это просто такая вот школа. Школа. Нет. Я не думал, что наша задача настолько монументальна. Мы развиваемся. Когда мы поднимемся на ангельский уровень, мы начнем поднимать следующую ступень животных на свой уровень. Развивать человечество. Ведь вообще, говоря, все связано с низу доверху. Энергии идут с самого низа до самого верха и в обратное направление. Мы занимаем определенный этап. И вот этот процесс трансформации энергии от самого нижних этажей мироздания до самых верхних он непрерывен. Мы поднимаемся, потянем за собой следующую цепочку, животные начнут становиться на нашу уровень и так далее. Это единственный процесс. Наша задача, да, мы пришли с неба как души, но нам даны ум, сердце и тело. С Христом же что интересно-то? Помните эпизод с Фомой? Который пожелал вложить перста в отверстия. В чем смысл этого эпизода? Что, Фома не верил, что Христос может перевоплотиться? Как же он не верил? Там же прямым текстом говорится о том, что думают обо мне люди. Они говорят, что ты или я. Другие говорят, что один из древних пророков пришел. То есть, они все были мистиками. В иудаизме, между прочим, перевоплощение совершенно нормальное явление. Они все верят, серьезные, все верят в перевоплощение. И в Евангелии прямым текстом говоришь, что многие считают, что это пришел один из древних пророков. То есть, воплощение другое. Чего же не верил Фома? И зачем ему нужно пакет было вкладывать? Потому что он-то воплощение верил, но он не верил, что он в этом теле перевоплотился. Что он воскрес в том теле, в котором был распят. Понимаете? Вот это была проблема. Христос совершил очень интересную вещь. Он преобразил тело. То тело, в котором жил. Это последняя ступень. То, что просто перевоплощаться, мы и так перевоплощаемся. Вот обрести такую силу, чтобы преобразить тело, тем самым обрести бессмертную власть. В тело света, да? Так называемое. Над физической землей. Нет, тело света выше. Оно там присутствует. А вот чтобы довести влияние высших тел до физического тела, чтобы таким образом через физическое тело мы работаем с физическим планом. Понимаете? Значит, его сила дошла от высших планов до физического, вплоть до вот здесь, через это тело проходит. Это он как бы последнюю ступень человеческой задачи сделал. В этом этапе. Чтобы мы в этом теле могли уже провести энергию вплоть до этого тему и таким образом трансформировать весь физический мир. Связать и таким образом дать ему возможность трансформироваться в всю землю поддеть на другой уровень. И самим в одиночку сбежать, а потом все вместе с землей перейти в следующий уровень. Это существенный момент, что он воплотился в том теле, в котором был распят. то есть воскрес в том теле, в котором был распят. Это как-то мало обращает внимание. Думают, что Христос просто не верил, что он мог воскреснуть. Что же он сам, они сами ученики говорят, думают, что Илья пришел. Или говорят, а Илья должно было прийти раньше тебе. На самом деле эта идея новых воплощений идет через все Евангелие. Еще раз убеждаюсь, что читать Евангелие самостоятельно невозможно. Нужна помощь старших товарищей, которые будут пояснять этот текст, толковать его. Я говорю, что самая оккультная книга из всех, которую я читал, издана в самом большом количестве экземпляров. Это вовсе никакие не гримуары по созданию философского храма. Не надо искать какие-то тайны, тхианы, там где-то тайные бронзовые надписи в тибетских пещерах. Вот, ребята, перед вами самый мощный учебник духовной науки оккультизма, мощнейший. И издан в самом большом количестве экземпляров на земном шаре. Пожалуйста, покупай, читай. Вы как бы не поймешь, ничего. Дело в том, что вообще никакую науку нельзя без учить. Почему-то никто не пытается изучить высшую математику сам, квантовую механику и прочее. Почему-то в университете учат. А думаешь, что духовная вещь такая простая, вот я взял, почитал популярную литературу. Школа обязательно нужна. Учитель даст то понимание, которое самому не приобрести. Я тоже не сам. Потом ты начинаешь уже читать и понимать. Но сначала учитель должен научить тебя понимать хотя бы первый пласт. Как только тебя чему-то поучат, дальше ты уже начинаешь слышать голос интуиции. Вот ты сейчас совершенно. Вот эта задача была связать именно до физического тела, довести высшие энергии. Тогда на землю притекла, именно на землю притекла энергия людей. И мы тоже должны проделать тот же самый путь. И тогда земля и небо будут связаны между собой через нас. Да? Вы сами того, ну, конечно, вы это не планировали, но сделали для меня потрясающий мостик в мой завершающий вопрос. Я хотел бы, чтобы он прозвучал на такой высокой ноте, потому что мы беседуем уже больше трех с половиной часов вместе с перерывом. И как написано в тех же самых речах Высокого, я в данном случае ваш гость, а гость не должен назойливым быть и сидеть бесконечно, ведь даже приятель станет противен, он такой долго гостит. Поэтому мой завершающий вопрос такой, Михаил Борисович, а как бы от бывшего ученого? Или хотя бывшими учеными возможно бывшими как? Ученость это состояние ума возможно? Я испытываю огромный стыд и сожаление по поводу своих коллег и представителей вообще научного цеха, на взор у которых сейчас совершенно открыто огромное количество информации, которая выпьет к тому, чтобы ученый мир поменял картину мироздания, ту, которую он транслирует обществу. На меня вот мы сегодня говорили об экспериментах Тарта, говорили об исследовании Стивенсон, у меня огромное впечатление произвел принстонский прорыв в исследовании сознания Роджер Нельсон Принстон был точно и очень четко и по всем правилам теории эксперимента установлено, что человеческое сознание влияет на генератор случайных чисел. То есть сознание влияет на материю, на сложно организованную материю. Значит этот факт так его небольшой побочный его вывод о том, что магия возможна, магия это влияние сознания на материю. Но дело даже не в этом. Мне кажется в контексте того, что вы говорили о том, что этот срединный мир должен соединить тварный с высшим и в этом наша миссия. Почему ученые не ставят перед собой вот эти сакральные вопросы бытия, а занимаются какой-то ерундой. Совершенствуют кофеварки, совершенствуют машины, создают оружие, то есть решают задачи прямо противоположные высшим целям жизни. Они решают задачи уничтожения жизни. И если у физиков их хиросима уже была, то биологам она еще только предстоит. Соответственно, значит, вот что, где, в каком сне, в каком мороке прибывает наши с вами коллеги, вы же тоже ученый, математик, математика, это, мне кажется, самая элитная сфера науки, это вообще почти язык бога. Об этом писали, об этом писали, Роберт Янг писал в книге «Ярче тысячи солнц». Разбирали вот эту проблему так называемой научной этики, когда очень интересная задача, она увлекает настолько, человек не думает о последствиях. Но я бы сказал по-другому. Причина здесь не в научности, причина в том, что сегодняшний ученый, это не то же самое, что ученый, скажем, времен Кардана. Наука стала массовой. Наука стала, сейчас я бы сказал так, не ученый, а как у нас очень хорошо говорят в Советском Совете, научный работник. Я вспомнил поговорку, жили за рекой мастера, работали брызгеры, брали недорого, получалось хреново. Вот что-то в этом духе. Ну, так просто, научные работники, те же самые люди со спящим сознанием. Нам кажется, что наука требует какого-то особого мышления. Уровень развития ума у нации и у человечества резко повысился. Мы уже умеем много чего. Мы умеем решать квадратные уравнения в школе в шестом классе или в седьмом, который с трудом решал Альяббата в начале, так сказать, нашей эры, во втором веке. Но многие вещи умеют, но это не значит, что мы стали более развиты как личности, как индивидуальности. Но всё равно пока ещё большинство, пока ещё часть большого стада. Материалисты по духу, души ещё, как говорят, спящая, мы там говорим, спящая душа. Подавляющая спящая душа. Ум работает, неплохо научился делать хитрые вещи, сердце, как-то у кого-то ещё и сердце работает, вот, а душа спит, она не проявляется активно здесь. Она только даёт возможность ему и сердцу работать, но сама активно не может пока проявиться. Подавляюще приходят люди учиться, способности позволяют, унаследуют от мамы, от папы, за счёт общего развития ума, человеческого, в наш раз пришли учиться. Наука не учит человека. Подавляющее большинство сегодняшних высших учебных заведений учит человека делать стандартные технические процедуры, чтобы быть хорошим специалистом. И поэтому реально человек даже и не задумывается. Есть определённые установки, есть психологическое это самое правило подтверждения установки. Когда всё, что подтверждает, ты видишь, а всё, что опровергает, просто не замещаешь. Есть страх. Всё-таки человек живёт для чего? Ну, чтобы нормально работа хорошая есть, в конце концов, я не знаю. Работа денег приносит, семья тихо, уютная, чего ещё надо? Сейчас я полезу против всех, завтра глядишь, контракт не получил. Там ведь жёсткая атмосфера за границей, это не то, что у нас здесь. Я как астролог это хорошо знаю. Почему? Вот простой пример. Среди американских, европейских астрологов мало людей с большим образованием. Те, кто работает в науке, сидят, не рыпаются. Та же самая Асаджиоли, известный психолог, один из звёзд мировых, он увлекался в астрологии. В 18 лет он что-то написал и после этого заткнулся и молчал до 50 лет, потому что до него такое обрушилось. Потом, уже будучи звездой, разработав, он себе позволил роскошь что-то писать по астрологии после 50. Юнг, Карл Густав, казалось бы, величина мировая, а вы послушайте, что о нём говорят психологи. Ну да, конечно, Юнг, но под старость лет старик уже немножечко чудить начал, стал описывать там чего-то. Это несерьёзно, это мы не принимаем. Юнгу можно. Уже под старость лет он был такой величиной, что его не выгонят. А человек, живущий в нормальном научном городке при каком-нибудь Гарварде или Стэнфорде, во-первых, если он не полный профессор, завтра может не получить контракт, если он слишком свободно мыслить стал. А там же есть не только астрология, есть даже запретные области в науке, другая археология, более интересные исследования, которые вот закрываются, потому что общепринятая точка зрения другая. Очень много написано о запретных науке. Он лишается, но если даже полный профессор, все равно он станет изгоем. Ему не будут приглашать на лекции другие университеты для подработки. Они будут приглашать к себе домой. Разве это не мракобесие, Михаил Борисович? Вот я извиняюсь, вырвался. это свободная демократия. Демократия так может заткнуть рот, вот как Google начал затыкать рот. Он нам заткнул. Высказали мы свою мысль, да? Пожалуйста, нам мгновенно рот и заткнули. Поскольку страна демократическая, поэтому говори, что принято, не говори, что не принято. Суд, суд его судить не будут. Да, но давление общества, давление вот этих всех запретов и прочее, оно ничуть не сломит. Но ведь запрос же есть на истину, как вот, ну хотя бы условно комморит. Есть бунтовщики, есть ученые, так называемые ученые-еретики. Айн Рэм, за Атланта расправил плечи, есть в элите люди, которые мыслят планетарными категориями? Наверняка. Посмотришь американские астрологи, талантливые ребята, кто в бывшей футболе есть? Инноктиев, или еще кто-то. Ученых мало, практически. Потому что эти свободны, а научная среда жесткая. В Европе ситуация чуть помягче, но то же самое. А у нас свобода. Вот я занимался астрологией, надо мной друзья смеялись, но я не стал изгоем в этой среде. Как ни удивительно, у нас свободнее, в смысле, чем у них. У нас ты не становишься изгоем, если мыслишь в этой категории свободно. Не лезь в политику, и пожалуйста. Значит, это первое, это очень жестокое давление общества. Во-вторых, большинство в науке, работает так же, как работает на фабрике рабочий. Ему нужно стабильное, человеку не нужны высоты истины, он не за истиной пришел на урок. Он пришел занять свое место в обществе, иметь стабильную работу, надежную, с хорошим заработком, достаточно престижную, и все. Такие люди не совершают великой задачи. Тогда не надо называть себя учеными. Вот Тарт, например, я убежден, что лаборатория СНА, которую он возглавлял, у него не было грантов на исследование отделения сознания. Он наверняка изучал какие-то стадии сна, наверняка по заказам какой-то фармы для снотворных или что-нибудь в таком духе. Но он не утратил научного любопытства. К нему приходит женщина и говорит, я во сне могу перемещаться в любые точки. Он ее не прогоняет, обвешивает датчиками. Возможно, он даже от ректора получил по шапке за это. Тот пригрозил у него, говорит, будешь ерундой заниматься, мы с тебя финансирование снимем. И его коллеги, как они его критиковали, они его спрашивали, слушай, Чарльз, а ты хорошо запер эту комнату, где ты написал это число? И он им отвечал, ребята, если ваш уровень критики таков, то идите вы все в короткое эротическое путешествие, потому что это просто неуважительно. Вот, что с людьми произошло некогда гордым племенем, которое там копало до истины, шло на костер. Прямоещее дело. Вот когда началась перестройка, спустя некоторое время пошел бешеный бунт среди людей старшего поколения. Я понимал, мне их было жалко, потому что они жили всю жизнь в определенном системе мышления, и сейчас послать это все, изменить систему ценностей, это значит обесценить всю свою прошлую жизнь и крушение. Они же не понимают, что на самом деле она не обесценивается, это просто динамика определенная. Но им кажется, что потеря прошлых ценностей это пошлое обесценивание. То же самое для этих ребят. Во-первых, после 40 лет психика настолько твердеет, что дальше практически не способна к изменениям. За исключением людей, вот динамические психодинамические типы с проснувшейся душой, у них психика не твердеет до самой смерти. Но подавляющее большинство психика затвердевает. После 40 уже ничего нового, только можно какие-то технические приемы новые усвоить. Новые идеи, принципиально мировоззрение поменять уже невозможно. Это подавляющее большинство людей так устроено. Психостатики, как они говорят, психодинамики, люди с развивающимися... Я бы даже хуже сказал, конформисты. У меня этот термин исключительно в отрицательных коннотациях, хотя для выживания вида он в целом необходим, безусловно. Должно быть какое-то количество конформистов. Ну так вот, для них отказаться от этого, это обесценить свое мировоззрение, обесценить все свои... Как-то по-другому на это взглянуть, это довольно трудно. Для этого нужен героизм определенный. Люди просто защищают свой мир. Они привыкли в нем жить, они изо всех сил его защищают от всяких разрушений. Поэтому они борются не за истину, они борются за то, чтобы оправдать свой мир, в котором они привыкли жить и сохранить его. Им страшно, а что если вдруг что-то поменяется? На какое место в этом мире забывает? На подсознание идёт. Мало кто логически проговаривает. Это же известная вещь, когда человек думает одно, а действует совсем других побуждений. Совершенно чётко, что глубокие побуждения это просто страх. А внаружи они будут приводить любые доводы, только сохранить свою позицию. Это меня лично не удивляет тот факт, что они Планк, Макс Планк, первый, ну да, один из первых шагов, сделавший в квантовой механике первый шаг практически. он говорил, писал, что науки редко бывают, чтобы новая точка зрения убедила привержиться в старой. Чаще всего бывает по-другому. Старое поколение постепенно вымирает, а на его место приходит новое поколение воспитанное уже на новой породине. И тут придется нам ждать смены поколения, как и в политике. А хотелось бы, конечно, побыстрее. Я смотрю, вот есть там комиссия по борьбе с лженаукой, какая-то яровостная, она борется, причем там неплохие умы были. Тот же самый Геннсбур спокойный, отличный физик был. Но такие глупости, как пишешь, почитаешь про легенду, это просто глупость, даже откровенно, не то, что в дело не верят, просто откровенная глупость. Но при этом огромное количество реально людей, работающих в науке, изучают астрологию и работают в астрологии. Так что при этом нет такого единомыслия во всей этой академической среде. Нет. Другое дело, что их работы не будут. Редактура, редакции, главные институты и прочее. Они все под определенной точкой зрения. Они будут еще какое-то время глушить это. Но потом это распадется постепенно. Сменятся поколения, станут более толерантными. Все больше и больше. Два поколения в 40 лет и все забудем. И начнем уже всерьез думать над новыми направлениями, продаться, найти что-то. Поразительно, что многие верующие, ученые, они как-то при взятом остаются материалистами по своему научному мировоззрению, рационалистами. Это очень смешно. У них вера по воскресенью в костел. А в остальное время они рационалисты и на работе. А в субботу, когда они не на работе и не на церкви, наверное, они никакие. Смешное дело. Это так психика человека устроена. Она в каком-то смысле еще не обладает ценностью. Но это дело просто вреда. Да, конечно. Мы собственные мысли не можем контролировать. Для большинства людей медитация абсолютно недоступное упражнение, потому что, о ужас, нужно прерывать поток своих суетных мыслей ни о чем. Мы же не можем их контролировать, об этом немногие задумываются, конечно. Но чего же там говорить о тонких психических механизмах. Есть технические методы, которые позволяют успокоить мысли, постепенно научиться медитации. Есть такие практики, просто никто не хочет этим заниматься. Поэтому я на самом деле не предъявляю претензий к этому поколению, я понимаю, что все происходит сменой. Помните, когда евреи вышли из Египта, через некоторое время они запросились обратно, потому что там рябчики были вкусные. И тогда было сказано так, что ни один вышедший из Египта в возрасте больше старше 20 лет в землю обыдованную не войдет. Все поколение, выросшее в рабстве, воспитанное в рабстве, должно было умереть. Речь идет в этих ситуациях. К сожалению, это мировой закон. Должно вымереть старое поколение, которое сформировалось уже в обственном рабстве, в духовном рабстве. Но с другой стороны, Михаил Борисович, если позволите ремарку, я вот человек мирный, я за эволюционизм, потому что, когда накапливается на каком-то эволюционном этапе вот это вот все, что валяется под ногами и мешает идти дальше, в общем-то, не исключен революционный этап, а революция это всегда дорого. Великий мыслитель начала века, Петерим Сорокин, у которого была собственная теория революции, он говорил о том, что революция это всегда дорого, то есть революционные завоевания даются непомерной ценой, как правило, кровавой, потом следует обязательный этап реакции, на котором люди, которые устали от революционного дебоша и революционного террора, готовы платить любую цену, как вот эти вот вышедшие из Египта, в том, чтобы вернуться в так называемую нормальность. Да, и я вот в этом смысле из-за эволюционизма, но в спокойном состоянии мало кто способен, люди обязательно дожидаются перитонита, да, как в знаменитом фильме «Покровские ворота», к сожалению. Ну, это я ворчу, а возможно, сожалею, слух, простите меня, я вас перебил. Жалко людей, конечно, но на самом деле ничего страшного не происходит. Эти души придут в следующий раз в другую атмосферу и будут учиться мыслить по-другому. Ничего страшного. Они еще не проснувшись, реально. Поэтому к ним нечего предъявлять больших претензий. Я давно перестал спорить на эти темы, я просто понимаю, делай свое дело. Ольга, мне повезло в этом смысле, что я первые девяносчесть, семнадцать лет прожил в советском пространстве, в семнадцать лет, я имею в виду, семнадцать лет занятий астрологией провел в советском пространстве и понял, что спорить бессмысленно. Делай свое дело. Небо поддержать, если ты все делаешь честно. Людей невозможно ни в чем убедить. Максимум, на что мы с вами можем рассчитывать, это вообще известно, если мы рассказываем искренне, рассказываем глубоко, люди нас выслушают, а большего нам уж и не надо. Есть люди более приоткрытые, на самом деле, далеко не все глухие. Есть люди более приоткрытые, те, кто нас могут услышать и услышать. Другие не услышат, но ничего страшного. Будут ругаться, ничего страшного, нормально. Хорошо. Кирпичок, палку по голове бить не будут, уже хорошо. Камнями не побьют, да, я надеюсь, что... Да, я тогда аналес, как святого Стефана, апостола. Да, все в порядке. Кремно, критические стрелы прилетят. Ну что, мой дорогой, я, вспоминая, значит, наставление всеотца. Тогда, с вашего позволения, понимая, что вас очень надолго задержал, закончил бы этот, безусловно, интересный разговор. Я бы его продолжал, моя бы была воля, но просто действительно надо бы честь знать, конечно. Я вас благодарю за него. Друзья, мы вам хотим сказать, что два объявления перед завершением. Мы предыдущий эфир сделаем с хорошим звуком, и он будет выложен на обоих ресурсах, тем более, что третью, последнюю часть его удалили, и там мы вырежем момент, за который он был удален, и дадим вам этот весь эфир целиком, и он будет размещен и на сайтах, на каналах Астромагазина и канале Академии Астрологии, так что, кто был недоволен звуком, и кто там не видел каких-то чтей, смогут это все посмотреть целиком. Вот. И второе объявление, значит, наш совместный эфир будет отныне публиковаться на обеих ресурсах, и на главтеме, и с каким-то временным лагом потом на каналах Михаила Борисовича. Вот, собственно говоря, все. Вы надеюсь, ссылочку дадите, возможность скачать, но скачаем в разуме. Да. Чего угодно. Михаил Борисович, мой дорогой, спасибо вам большое. Я постараюсь, чтобы наш этот эфир не пропал из-за отключения света в ближайшем Подмосковье. Надо записать. По-моему, он сохранил уже предыдущий запис. Да, но вот сейчас осталось, чтобы вторая часть еще уцелела. Спасибо вам большое. Мы смогли, как этот традиция эфира в главтемы все-таки вырулить в конце на какой-то оптимизм. Спасибо вам за это. Друзья, подписывайтесь на ресурсы Академии Астрологии. Как всегда, они будут указаны в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Не забывайте о подписке на канал Главная тема народ. Подписывайтесь на резервный канал Глав тема народ, если вдруг этот подчищение снесут. Видите, это вполне себе такое может быть. Оставайтесь здоровыми. Спасибо вам за внимание. До свидания.